Зачем я взял кровь у шмеля? Я спас шмеля. Он упал в воду и безрезультатно пытался выбраться. Вообще шмели неплохо переносят утопление. Некоторые ученые топили их целую неделю. Они выжили, потому что приспособились к затоплениям во время зимовки. Самка шмелей зимует в почве перед тем, как организовать новую колонию. Тонувший шмель вполне активен. Давайте посмотрим на физиологическое состояние пловца. Заберу его в лабораторию. Для комфортного путешествия ему понадобится еда. Сейчас цветет лук и шмели собирают на нем нектар. Они так увлечены, что их даже можно погладить. Благодаря длинному хоботку, который длиннее пчелиного, они способны собирать нектар со дна глубоких цветков. Шмели очень мирные, живут семьями по несколько сотен особей. Жава беззазубрин, поэтому если и ужалит, то ничего доставать не придется. Как же тонувший теперь себя чувствует? Шмель хорошо передвигается и очень возмущенно жужжит. У насекомых, как и у нас с вами, есть кровь. И по ее характеристикам можно определить состояние здоровья. Возьмем кровь шмеля на анализ. Ему эта идея не очень нравится. Посмотрим под микроскопом. Ну что же, клетки крови в большом количестве. И даже видно разные группы. Формула крови нормальная. Присутствуют гранулоциты. Эти клетки особенно нужны ему для поддержания иммунитета. В общем, у нашего пловца все хорошо. Его можно отпускать на свободу. Ведь шмели – это один из основных опылителей в природе. И они повышают урожайность растений, могут работать при низких температурах и в любую погоду.